Всем привет, друзья! Меня зовут Никита, канал NK, и давненько я опять ничего не записывал, поэтому я соскучился по видеообращениям, вообще по видео, и решил, чтобы вы мне не забывали, снять что-нибудь, поговорить с вами, услышать какую-то обратную связь в комментариях, так что не стесняйтесь, пишите. Друзья, сегодня я выходной, и на самом деле у меня такой вот домашний беспорядок, я сижу по-домашнему, и не обращайте на это внимания. Я, конечно, понимаю, что многим нравится, когда человек одет и, может быть, больше к себе располагает, ну, такой вот домашний влог будет сегодня. Значит, чем я хотел с вами поделиться? Какие у меня произошли изменения? А изменений у меня произошло немало. В принципе, они не такие уж интересные и кардинальные, что в жизни бывают, но для меня они незначительные, но все же они есть. Боже мой, как начинаю разговаривать, так начинаю сразу же... Начинает нос першить. У нас, кстати, сейчас в Сочи примерно 15 градусов тепла, уже все цветет. Март, так сказать, успешный. Реально теплая погода, были, конечно же, плохие дождливые дни. Моя кошка, если что. Также я снимаю сейчас на телефон. Если где-то меня будет плохо видно, заранее прошу прощения. В общем, давненько я не выходил на связь. Друзья, извиняюсь. Ну, конечно же, я понимаю, я все прекрасно понимаю, что так нельзя, нельзя забрасывать канал на продолжительное время. Но вы сами понимаете, у меня есть определенные обязанности. В основном это работа и иногда просто не имеет, как говорится, имею возможности, но не имею желания. Имею желания, но не имею возможности. Ну, вот то же самое, вот в таком случае у меня. То есть, иногда хочется снять какое-то видео, вот прямо вот как сейчас. Захотелось мне с вами пообщаться, поделиться. Итак, значит, насколько вы знаете, те, которые, в принципе, смотрели мои видео, последнее мое, одно из последних, был влог. Я там ходил в магазин, покупал Xbox One. Ну, что ж, действительно у меня все хорошо получилось. Я поиграл. Поиграл Rise of Son of Rome. Ну, это единственная, наверное, игра, которая мне хотелось. В Dead Rising я даже не стал притрагиваться. Ну, может быть, конечно же, здесь сыграла и цена. Знаете, да, цены на них не дешевые. Все такое лицензионное. Все в таком роде, все эксклюзивное, да. Но, тем не менее, я выбрал Rise of Son of Rome. Я прошел. Игра где-то примерно на 8 часов рассчитана. Потрясающая игрушка. Но сейчас Xbox уже продан. И продан он... Хорошо продан. То есть, я его выгодно продал ребятам из Казахстана. Там Xbox, насколько я понимаю, стоят в 3 раза дороже. Как они мне сказали, что там Xbox стоят по 40-50 тысяч. То есть, здесь я его купил за 15. Так мне просто повезло. Ну, такая была скидка. Не знаю почему. Вроде бы, как местами была коробка помята. Но коробка... Я считаю, что это... Снижать из-за коробки такую цену, это мне повезло. Вот. И, в общем, я продал его. Я доволен, что я его пока что продал. В ближайшее время эксклюзивов не предвидится на Xbox One. То, что я понимаю, Tomb Raider неизвестно, когда выйдет. Обещают в конце 2015 года. И, соответственно, там Remedy Entertainment недавно был такой анонс, что она переносит Quantum Break, называется эта вещь. Ну, это тоже самый эксклюзив на Xbox One. И она переносится на 2016 год. То есть, я думаю, что... При желании я могу купить Xbox One, если он прям будет нужен. Он просто реально мне не нужен был. Он был абсолютно новым, но я им уже не пользовался. Игры Forza, гонки, футбол, которые у меня были. Я не такой большой фанат спортивных симуляторов, поэтому мне они не очень-то и нужны. Ну, в данный момент у меня сейчас PlayStation 4. Я на ней успешно играю. Мне она очень нравится. И в данный момент я прохожу Assassin's Creed Unity, который я приобрел на Авито. То есть, она была не новая. Ну, я не понимаю, что значит новая, что не новая. Я просто не переплатил тысячи рублей сверху. Взял я эту игру за 1800 рублей, и я считаю, что это очень хорошая цена. То есть, потом же я ее просто продам примерно за такие же деньги. Она у меня на стадии 30% прохождения. То есть, 30% я ее прошел. Не знаю, насколько у меня там еще сюжетки хватит. Ну, я думаю, что еще, наверное, часов 5-6 точно я в нее буду играть. После чего я, конечно же, ее продам. И, наверное, одна из самых моих ожидаемых игр в мае, да и вообще всего, это, конечно же, будет Ведьмак. Так, следующая игра будет Ведьмак. Ну, если я, может быть, не куплю до этого что-нибудь. Также, если вы смотрели по... По... По моему влогу еще напарника для совместного прохождения в Destiny, я тоже уже ее продал. И, к сожалению, она меня не затянула. Я прошел все планеты, основную сюжетную линию, которая, в принципе, для такого мультиплеера, онлайнового, да, шутера, не так уж и важна. Там, в основном, дробительная зубопрокачка, которая... Ну, которая... Меня, опять же... Ну, не фанат я такого. Не хардкорщик, так сказать. Не могу я это. Не привлекает меня вот каждый день прокачиваться по уровню, и потом останавливаться и охотиться за какими-то красивыми шмотками или прокачанными шмотками. Не знаю. В основном, мне всегда нравилась в играх сюжетная кампания, хорошая сюжетная кампания. Ну, что ж... Кошка не дает. Мотя, хватит кричать! Надеюсь, вы ее не слышите. Блин, сбивает меня с мысли. Ну, в общем, прохожу сейчас Юнити, и мне игра очень нравится. Игра действительно... Ну, Next Gen'ом, конечно же, я бы ее не назвал, но игра в графическом плане очень приятная. Это отличный повод, чтобы убить как-то время, когда вы ждете Ведьмака или ждете, может быть, какую-то еще игру. Но мне она очень нравится. Великолепный Париж. Ну, вы можете посмотреть отдельно обзор Антона Логвинова. Он там все подробно именно про эту игру рассказывает. И действительно игра очень-очень интересная. Внимание к деталям, к мелочам, ко всему-ко всему, к миру. Обалденно! 10 баллов. Ну, ладно, 8. Вот. Игра достойна прохождения. Очень интересная сюжетная кампания. Наверное, одна из самых интересных сюжетных кампаний, что я вообще видел в Assassin's Creed. А поиграл я в Assassin's Creed. Ой, там я уже запутался, честно говоря. Этот конвейерный ассасин меня сбивает с толку. Там около 7 уже или 8 серий этого Assassin's Creed. И, ну, наверное, 3-4 части я играл 100% на 100%. То есть всю сюжетную кампанию. Вот. И после этого, конечно же, этот Assassin's Creed мне поразил. Там великолепные миссии, которые... Которые интересно играть. Которые... Разработчики тебя бросают в разные части мира отсылаются и в 19-й век эпоху Ренессанса и во Вторую мировую. То есть это все, конечно же, отрывками и кусочками и средневековье. И сама кампания непосредственно 1700-й год, в котором находится, да, в основном Франция. Она великолепна. В общем, говорить об Assassin's Creed Unity можно многое. Что я еще хотел сказать. Еще хотел сказать, что вышла такая игра, как The Order 1986-й или какой-то там год. Неважно. Но это действительно Next Gen. Это такой коридорный шутер, в котором мне будет очень приятно играть, в которую я обязательно поиграю, но платить за нее 4000 рублей, я считаю, что это перебор. Ну, вот как-то так. Эту игру уже попроходили люди даже в Сочи и выложили эту игру на продажу. То есть минимальную цену, которую я находил, 3000 рублей. в принципе это неплохая цена для такой игры, но пройти и забыть за 6 часов и ее очень трудно потом перепродать. Я просто представляю, что ее мало кто будет покупать в России. Ну, вот у меня есть определенные такие мнения, есть такое чутье, какие игры будут хорошо продаваться, какие нет, какие можно будет потом перепродать. Вот Assassin's Creed Unity него будет легче много продать, чем The Odder. Но, тем не менее, 3000 рублей. Я предложил этому парню 2000 рублей. За 2000 евро ее бы взял бы. Но он сказал пока что нет. Ну, и буду ждать. Пока я не собираюсь. Но очень хочу поиграть и обязательно оценю этот шедевр. Что касается что ж так его горло першит. каких-то летсплеев моего дальнейшего действия на канале пока что в ближайшее время я не планирую ничего делать. Ну, не знаю почему. Может быть какие-то влоги будут и я так хочу. Опять же не каждый день не обещаю опять по желанию. Огромное количество вопросов мне приходило от ребят которые были подписаны. я на больше 70 вопросов а для меня это много для моего канала это существенно я оставил неотвеченными. Поэтому может быть вернусь к вопросам и до отвечаю и в принципе вот как бы так вот у меня дожидать сейчас вы видите вот это вот карта овермедия hd лайфгеймер кепчер я ее в данный момент продаю продаю по моему за 4000 или за 3 я уже не помню хорошее предложение потому что покупал ее почти за 10 и ну мне она пока что не нужна будет в ближайшее время тоже не понадобится вот кстати ребята продаю еще такую небольшую рекламку могу сделать вот такой вот фотоаппарат это canon canon 2000 фотоаппарат хороший и просто тоже я им сейчас не пользуюсь он мне не понадобится я его продаю за 7000 рублей так что если может быть кто желает пишите ну желательно конечно чтобы это был человек из сочи потому что пересылать почту это мне кажется непрактично не не лучший вариант вот также я еще айпод продаю все свои эти рассказал вот айпод продаю что еще продаю ну ну все просто посадил это все выложил на авито ну что-то многое что продал через авито честно говоря хороший сайт но это что-то пока что стоит да сейчас нашим курсом доллара цены на технику поднялись в разы ну почти вот на некоторые вещи даже почти в два раза может быть опять будет какой-то пересчет и что-то понизит потому что производители тоже понимают что просто никто не сможет купить в том количестве лучше они снизят и будет какой-то больше приток денег но это их уже дело в общем вот что я хотел вам рассказать именно по каналу что у меня там будет новости ну не знаю насчет игр вы понимаете что я еще раз не раз я говорил я бы с удовольствием бы делал было с плей я бы с удовольствием бы занимался бы но если бы канал бы показывал бы какое-то бы развитие да я не буду себя сравнивать с какими-то именитыми латсплеерами может быть чего-то мне не хватает может быть нет той харизмы в моем голосе или в моей дикции или что-то еще я не знаю или может быть у меня нету просто той рекламы которая нужна была но вы знаете я затратил немалое количество денег на так сказать на раскрутку канала но пока что канал стоит и я не то что там я расстроился и все я просто это делаю теперь вообще для удовольствия да а как вы понимаете если поставить видео на конвейер то есть ну это должен определенный какой-то доход быть с этих видео я бы с удовольствием и с радостью бы поставил видео на конвейер и зарабатывал бы с этих видео определенные деньги и уже тогда бы так сказать был на сто процентов нацелен кстати я все проверю у меня пишет айфон да вроде пишет был бы нацелен на именно на качество на улучшение и на количество я не вижу вы знаете друзья я понимаю что огромная конкуренция у кого-то получается кто-то пролезает ну мне очень тяжело я это говорю откровенно как есть да может быть это не радостно звучит но все что видео будет выходить это будет просто для моего удовольствия канал я не собираюсь ни в каком случае закрывать здесь огромное это даже вот знаете такая определенная как для меня канал это как некий облачный сервис то есть знаешь знаете как бы как жесткий диск на котором хранятся все мои старания все мои летсплеи все мои какие-то записи какие-то душевные изрекания и вообще не знаю вся моя жизнь наверное ну не вся моя а там на протяжении сколько я каналом занимаюсь это для меня частичка меня это это вообще это мое дело но в общем я бы не против да я не раз это говорил я бы не против бы заниматься каналом и я действительно завидую тем людям ну только хорошей завистью не черной ни в коем случае это как определенная такая зависть которая есть потом она перерастает в какую-то спортивную конкуренцию когда вокруг тебя люди которые добились чего-то и ты понимаешь что это есть это существует это возможно но только как есть определенные какие-то секреты есть определенные нюансы и всему такое такое которое мне пока что не дано вот да недавно я недавно буквально вчера я заходил на один из форумов и мне было интересно сколько зарабатывает ну допустим вот я взял блэка знаете он мне до сих пор один из самых таких адекватных я считаю людей на ютубе которые которые человек который делает видео для себя от себя для души для всех и действительно делает их приятно его приятно смотреть он чем-то берет то есть я посмотрел ну никто конечно точную информацию не дает но приблизительно да так вот какие-то такие слухи ходят я этим этим слухам конечно же не верю на сто процентов но какая-то наверное доля правды в нем есть то есть примерно там даже другие каналы там спасибо его или что-то еще или плюс сто пятьсот то есть примерно да если у тебя миллион подписчиков то ты зарабатываешь в день около ста долларов может быть сейчас даже в зависимости от просмотров идет то есть может быть и миллион подписчиков но просмотров у тебя мало то есть ну примерно допустим у блэка там около восьмиста подписчиков то есть я думаю что он зарабатывает где-то 200 300 что я думаю это читал 200 300 долларов в день это примерно 150 180 тысяч рублей в месяц это очень хорошие деньги зарплата можно так сказать одного из высших звенов менеджеров это руководящая какая-то должность это работа которая несет огромную ответственность куча документации бумажек работы и заставляет тебя вставать рано ложиться поздно то есть это действительно очень очень трудно здесь человек получает этого понятно что это огромный тоже труд писать летсплей делать эти игры игры игровые обзоры и всему такое подобное это огромный труд это гигантская нужно колоссальное время иметь ну то есть не то что она колоссальная действительно занимает все твоего время существующие и на какой-то отдых ну в общем друзья значит в принципе чужие деньги считать легко и нехорошо но тем не менее все равно ты прибегаешь к этому потому что твои мысли они крутятся в голове матча я тебе щас дам по заднице я извиняюсь прошу прощения это не кошка сходит с ума ну и соответственно в дальнейшем будут видео для канала снятые для удовольствия и в принципе они сейчас сняты когда хочется просто с вами пообщаться поговорить и может быть поделиться какими-то особыми новостями то есть ну представляете да смысл смысл в том что это нужно не ходить на работу это нужно записывать целыми днями видео данный момент где-то брать деньги кормить еда и просто даже понимать что даже банальный апгрейд усовершенствование компьютера это сейчас очень затратно особенно с нашим долларом все посчитал примерно около 60 тысяч рублей на 50 ладно будем брать по минимуму я мне нужно чтобы усовершенствовать свой компьютер ну ладно не будем брать так много 60 70 топовый компьютер ну а вы же любите смотреть на топовом компьютере вы же не будете смотреть какие-то тормозящие видео поэтому на все нужны деньги и просто вы поймите меня правильно что чтобы заниматься нужно выпустить свой канал на какой-то огромный конвейер какое-то другое русло я уверен что блэку может быть каким-то другим каналом кто-то помогает у него сидят определенные продюсеры но я так называю да у тех же самых плюс сто пятьсот спасибо его там многие 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 каналы какие-то каналы кстати очень многие каналы исчезли с youtube а я насколько на нем сижу наверное уже больше пяти лет так на мое наблюдение кто-то наоборот очень сильно поднимается в плане подписчиков огромное количество набирает кто-то нет очень все странно но я думаю что это не без поддержки не без помощи чей-то поэтому я так понимаю что чужие деньги не хорошо считать и может быть там и есть оборот какой-то в 200 в 300 тысяч с канала но работают на этом канале некое количество людей и также получают определенную зарплату и ты просто не потянешь и не заработаешь с того канала всех денег это же ясно и понятно но тем не менее если будет увеличение какое-то и я увижу что действительно этот канал будет давать мне какой-то новый вдох в плане плане того что я могу им полностью уделять время и внимание свое тогда я пойму что да это боевой я очень даже не против я хочу левая рука чешется друзья чешется у меня уже целую неделю никакого толку поэтому это не я не говорю я не жалуюсь нет вы не подумайте просто я делюсь с вами своими мыслями своей своим мнением все вот и все поэтому знаете у меня вот такие планы на будущее я планирую не знаю насколько это все сбудется сейчас может быть через года полтора-два вот я думаю что это у меня обязательно будет я просто хочу объехать весь мир так можно назвать кругосветное путешествие дано чтобы поехать даже такую кругосветку нужно либо уволиться с работы либо опять же ездить хотя бы два на два дня раз в неделю то есть как раз суббота воскресенье но на эти два дня нужно большее количество денег ну и соответственно взять gopro камеру и все равно делать какие-то влоги меня огромное количество стран на уме которые я хочу посетить которые хочу увидеть это просто великолепно либо может быть какой-то типа кругосветки на корабле там 66 дней есть я читал 100 дней но я думаю что это с одной стороны мне кажется это будет очень утомительно вот лучше брать может быть недельный отпуск и ехать много где я не был и я был по европе там был испания франция германия турцию в сша был немного где не был финляндия канада хотелось бы нью-йорк слетать может быть и китай может быть и японию еще вы и германию поехал бы ну в общем а просто как бы поехать и не ничего не снимать тоже даже просто для себя интересно чтобы поснимать потом иногда себя просматриваешь со стороны и видишь это совсем совсем по-другому как тебе иногда кажется что ты что-то наговорил на камеру а потом когда смотришь все по-другому поэтому это все замечательно друзья отличное настроение уже нас вечереет солнце садится очень красиво вот смотрите комментируйте надеюсь что вам нравится и не считаете никогда чужие деньги это действительно нехорошо зарабатывайте свои считайте свои это действительно правильно когда у вас будет больше но это мое мнение вот с вами был никита канал он кей надеюсь что вам понравилась такая болтовня ни о чем это ли реально так ничего не могу по-другому сказать такой домашней обстановке просто что хотелось давно и вас сказать не баллов у вас моим видео обращением а там посмотрим время покажет может быть и что-то будет на канале что-то новое я всегда думаю о своем канале всегда хочется сделать такое чтобы было вам интересно но к сожалению я не могу идти с работы и не могу полностью заниматься каналом потому что сами понимаете хотя это может быть и звучит иногда да так как то неправильно не могу заниматься каналом не могу уйти с работы но занимается просто так снимая хотя бы раз в неделю видео для себя ну наверное на этом и остановимся буду видео делать как бы по поводу игр знаете и игры всегда были были остаются мы не то что мы и страстью но таким сейчас можно сказать увлечением да мне нравится игры сейчас уже стали очень кинематографичные они больше и ближе приближаются не стали лучше графически они уже почти как кино реально произошла такая революция графическая ну как так взять их вот просто и оставить это интересно так же как и мне нравится смотреть путешествие программы про путешествия вы знаете последнее время я вообще не стал смотреть фильмы мне не интересны фильмы не потому что они мне перестали быть интересными а потому что в ближайшее время я не видел хороших фильмов вот этот последний бум 50 оттенков серого или черного я даже не стал смотреть и правильно сделал наверное но вот остальное в ближайшее время бонда жду мне нравится такие приключенческие как и игры на ведьма каждом это что касается игры что касается фильмов бонда жду жду форсаж наверное можно будет посмотреть хитман 47 конечно же вот что касается политики я не знаю дай бог не будет третий мировой хочется мира вот у меня какие еще изменения произошли и не произойдут наверное я перееду с этой квартиры вот мы дом покупаем ну собираемся вернее у меня родители этим занимаются я как бы так сильно им не мешаю только помогаю если что скажу допустим посмотреть привести мы сейчас смотрим участки по сочи вот что покупаем просто планируем планируем вот что вот так вот друзья надеюсь что у меня понимаете и как-то оцените что-то может быть еще заболтался там уже почти 30 минут наверное видео тяжело смотреть такое видео обращение я понимаю ну в общем друзья увидимся ничего мы я не забрасываю обалденный до закат красиво смотрите какие цвета супер может даже штору поднять показать вам суку грязные надо помыть смотрите как отражается в окнах соус цветет у нас уже луча в общем пока здесь